Один человек мне сказал очень умную вещь. Он сказал, запомни, какая бы жизнь у тебя не была, важен финал. Вот как в симфонии. Еще бы не было, финал. Если вот сейчас я нахожусь только в начале своей новой профессии, и у меня впереди вот там великое будущее, да, то как бы я прав, не прав, я умру так, что... Я буду сам себя провожать с удовольствием. Почему? Потому что... Хоронить будут с салютом. Не знаю, я сам себе салют буду делать. Почему? Потому что финал важен. А вот как бы ты... Почему? Потому что славы не наесться. Как бы ты не был популярный тогда, но если тебя сегодня не уважают, а сегодня бывших не уважают, вы заметили это? Никого. Пахмутова практически кто ее уважает. Посмотрите, какое уважение. Чисто формальное, правильно? А она гениальна. Я понимаю. Вот это и есть обратная сторона вот этой профессии. В этой профессии, а вот если бы Пахмутова при всем уважении нашла бы какое-то другое дело, предположим, какой-то благотворительный фонд сделала бы, я сегодня бы несла, вот ей бы тогда было бы легче. Она великая композиторша. И плюс, понимаете, да? То есть мы делаем вывод, что людям, которые чувствуют в себе угасание творческих способностей, нужно менять профессию. Конечно. Вот для этого делается теория волн. Вот ты взял свою волнограмму. Ну что ожидать? А зачем для этого теория, если есть интуиция? Многие ведь чувствуют это. Дорогие мои, так дорогие мои, а зачем тогда медицина вообще? Вот зачем тогда медицина, препараты? Ну все и так ясно, господи, что ты заболел, Дима. Понятно, у тебя жар, понимаете? Но для чего-то люди копались, для чего люди резали человека? Для чего они, мало того, их за это били, их за это жгли и так далее, понимаете? Потому что процесс самопознания... Любили они это, резать. Самопознания не больше, понимаете?